Приветствую вас! По всей видимости, ваша мама довольно сильно зависит от общественного мнения, то есть оно, это общественное мнение ее беспокоит, она на него оглядывается, она не хочет, чтобы люди, по-видимому, думали о том, что вот если она, например, растила вас без отца, то и вы теперь также, например, будете расти тоже, собственно говоря, своего ребенка будете расти тоже без отца, она этого не хочет, из-за этого такое ее поведение. То есть вы правы, вы правы от счастья, а в данном случае ее поведение действительно, оно нацелено в основном на то, чтобы получить что-то для себя, то есть не для вас. Вы для нее в данном случае действительно занимаетесь скорее как средство, чем сама цель, и надо сказать, что этого вам не изменить. То есть если ваша мама обязательно хочет, чтобы у вас, например, были дети, потому что ей для чего-то нужны внуки, то вам не представляется возможным как-то ее, например, либо переделать, либо как-то ее переубедить в обратном. Другое дело, что к своей маме нужно отнестись достаточно с пониманием, то есть не воспринимать, не позиционировать ее как человека, равного вам, потому что в действительности это, я надеюсь, вы это понимаете, это не так. Она не тот человек, который является равным вам. У нее есть свои проблемы, у нее есть свои страхи, у нее в конце концов есть свои желания, которые явно не были реализованы до конца ни с вашим отцом, без которого вы росли, ни с, собственно, вами. И это то, что ваша мама сейчас пытается активно реализовать сама. Через кого? Через сердцебный внуков. И вот это вам нужно понять. Как правильно сказал вам коллега, вашу маму не переделать. И изменить ее у вас не получится. Пожалуй, единственное, что можно сделать, это только определить ее интересы, определить интересы вашей мамы, да, то есть что ей, например, нравится, что ей может нравиться, что ее, например, грубо говоря, устраивает, что ее интересует. И постараться вот это ей немножечко как-то сделать ближе. То есть дать ей то, чего она хочет. Ну, как-то вот перенаправить ее энергию. Например, если она хочет, чтобы у вас были внуки, у вас с ней были внуки, да, то есть у нее внуки у вас одеты. То есть это, конечно же, ее, как бы, ну, желание, и это желание для нее, оно важно. Только дело, чем она продиктована. Понимаете? Если у вас будет достаточно четкое понимание того, что вашей маме интересно, например, чего она хочет, так же, например, и так далее, то вы сможете, условно говоря, перенаправить свою энергию на что-то другое. Что это может быть, уже, я думаю, решать вам, потому что, ну, объективно только вы можете знать, что это может быть, что другое, какие у нее могут быть интересы. Но как один из вариантов, как один из вариантов, вот, того, что можно сделать, и того, как на это реагировать, вполне даже подходит. То есть реагировать на это не нужно, вообще говоря, никак. Вот это ваша мама, она человек, она, у нее есть какие-то желания. Но есть у нее желания, и пусть они у нее будут, это желание. Другое дело, что вы сами соблюдаете четкие границы, и вставайте просто не реагировать на то, что она вам говорит, если вас это не устраивает. Если вам это не нравится, если это то, например, чего вы не хотите для себя, ну, и не нужно тогда на это никак реагировать. Просто говорите, да, мамы, да, хорошо, хорошо, а сами делайте так, как всегда, это нужно, и все. А параллельно с этим, думая о том, как бы, например, побыстрее жить от нее отдельно, ну, начать жить от нее отдельно. Потому что она будет на вас давить, таким образом, до тех пор, пока, либо вы не сделаете то, что она хочет от вас, либо до тех пор, пока вы окончательно просто от нее не отдалите. И вот это, по сути, то, что вам можно сделать. И, как бы, ваша мама, она по-своему, по-своему, человек несчастный. Она по-своему достаточно дефицитный человек. Все, что она делает, это не от хорошей жизни, вам это нужно понять. Вы воспринимаете ее, как кого-то, кто, условно говоря, на вас давит, кто вас претенгует, кто мешает вам. И я вас понимаю, я понимаю, почему вы так ее воспринимаете. Это достаточно характерное и вероятное восприятие. Но вы воспринимаете ее так, в контексте именно своего положения по отношению к ней. Все, кстати говоря, тоже вполне нормально в важном случае, но, тем не менее, не является правильным. Не является правильным до конца, потому что, опять же, опять же, момент здесь какой. То, что ваша мама не только ваша именно мама, то есть именно ваш родной и близкий человек, да, Но она еще и индивидуально, она еще носитель своих собственных интересов. И вот эти ее как раз собственные интересы и заставляют действовать, ну, например, вот таким образом, каким она себя с вами видела. И одно вам необходимо отделять от другого, вам это просто необходимо сделать, необходимо отделять одно от другого, потому что иначе вы действительно можете начать испытывать серьезный дискомфорт душевный. Одно нужно отделять от другого и понимать, что какие-то вещи, какие-то вещи, какие-то желания, какие-то аспекты, аспекты превалируют всегда, всегда. То есть, например, когда ваша мама, допустим, только вас воспитывала, допустим, вот она только вас воспитывала, да, а значит, она пребывала в роли кого? Она пребывала в роли, ну, наверное, мамы. То есть, в большей степени она была родителем. Сейчас, когда она чувствует и видит, что вы уже относительно выросли, что вы уже как-то и себя чувствуете, да, и знаете, что вы хотите, и все, она начинает в большей степени думать о себе. И это является не то, чтобы плохим, чем-то. Это естественно. Да, она думает о себе вам в ущерб. Это, безусловно, плохо. Плохо, конечно. Но, простите, вы этого изменить не в силах никак. Она будет продолжать думать о себе в ущерб вам. Вне зависимости от того, хотите вы этого для себя или нет. И поэтому единственное, что вы можете сделать, кстати говоря, вместо того, чтобы тратить свои душевные силы на нее. Потому что, ну вот, например, вы можете сколько угодно пытаться ее переубедить, вы можете сколько угодно пытаться ее перевоспитать, но в действительности у вас это не получится, потому что она, по-моему, она такой человек. Она не изменится. То есть, ее сейчас сформировалось годами. И, по-моему мнению, по-моему мнению, вам нужно думать о себе больше. То есть, больше думать о себе, меньше думать о ней, меньше обращать внимания на нее. И, как бы, вот другое дело, почему вас это задевает. На самом деле, очень много матерей, очень много родителей, хотят своих детей как можно быстрее, как можно раньше пристроить, да, куда. Но это их право. Понимаете, это их право. Другое дело, почему сами дети реагируют на это остро. В частности, вы. Чем обусловлена ваша реакция такая? Может быть, у вас есть определенные проблемы в личной жизни. Может быть, вы сами, я не знаю, в себе не уверены, например, или как-то что-то еще. Вы подумайте об этом. И если что-то есть, вам нужно самой разобраться с вашими моментами, с вашими, может быть, страхами какими-то и неуверенностями в себе. И тогда ваша мама беспокоить вас, собственно говоря, перестанет. Ибо у нее не будет рычагов, на которые она могла бы давить на вас. А сейчас у нее эти рычаги есть. И вопрос отвечает в том, почему они у нее есть. Чем обусловлено наличие этих рычагов? Об этом я и предлагаю вам подумать. Об этом я предлагаю заострить свое внимание и заботиться тем, чтобы правильно себя вести. То есть, это четкое последовательное поведение. То есть, сказать один раз своей маме о том, что вы, например, не собираетесь говорить о своей личной жизни. Вы одеваетесь так, как вы хотите одеваться. И больше после этого, просто-напросто не отвечать на ее какие-то вопросы, не поддерживать тему, которую она понимает. Но, напротив, вести себя так, как будто вы ее не слышите. И зеленаправленно, я бы даже сказал, показательно, то есть, ориентированно на внешнюю форму, на внешний вид, демонстрировать здесь, что вы, в общем-то, делаете так, как вы хотите. И, да, понятно, это требует терпения, да, понятно, это требует выдержки, но, тем не менее, как бы вашей маме надо же поздно убедиться, что ее поведение, оно неэффективно для достижения именно ее цели и задач. И если она это увидит, то, соответственно, она будет его менять. И так у вас появится возможность перенаправить ее энергию в каком-то другой русле. Но для этого нам, с первого, показалось, что, как бы, то, что она делает сейчас, неэффективно. А вопрос заключается в том, что ваша мама думает, что она движется в правильную сторону. Ваша мама думает, что ее деятельность, она эффективна. И интересно, почему она так думает. Вот, наверное, вот об этом вам нужно подумать самой. И, возможно, как-то поменять свою модель поведения. Возможно, например, будет иметь смысл, если вы, например, скажете ей, что, знаешь, у меня уже есть парень, и, как бы, думал, я не хочу, я его люблю, хочу быть с ним. И, как бы, я уже сделал свой выбор, я буду с ним в действительности. Мужчина у вас может не быть, ну, просто так, спросить кого-то, чтобы подыграли вам, и тем-то, но вы можете поставить свою маму в таком ситуации, что, в момент, наверное, она родила, что у вас был мужчина, да, но при этом, опять же, вам решать, когда будет свадьба, и все, главное, чтобы он у вас был. А, с другой стороны, если вам другие не понравятся, вы всегда можете сказать, мам, а ты что, ты меня выбирай, да, с кем мне встречаться, там, и так далее. И, то есть, вы усложняете своей маме таким образом отстаивание уже ее позиции. Вот, и это будет правильным и более таким, ну, адекватным, более таким тонким подходом к решению вашей проблемы. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.